МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зима, крещенская вода и в прорубь с головой. Три минуты радиоэфира для кандидата. Бобруйское предприятие одевает Газпром. Бобруйское пояса на счастье в новом году. О том, что было днями, мы расскажем сейчас. Я Ирина Акулович. Здравствуйте. Начнем с крещения. Важнейшее христианское таинство и любимый народом праздник. Его традиция купания в проруби для сильных духом и телом. Но зато каждый может прикоснуться к обряду освящения воды. Люди верят, что крещенская вода укрепляет и исцеляет. О празднике крещения в Могилеве наш репортаж. Очереди у собора трех святителей стояли еще затемны. С 7 утра. Люди с бутылками и банками, чтобы набрать освященный в праздник крещения воды. С праздником вас! Спасибо вас также. Набираете воду? Да. Зачем она вам? Святая же вода. Весь год же будем здоровы и крепкие. Говорят, что крещенская вода обладает особой силой, положительной и даже целебной. Делаем, как учили наши бабушки и дедушки. В крещенский сочельник идем за водой, которую потом разделим со всей своей семьей. Главное, чтобы быть добрыми друг к другу. Удерживать доброту и счастье в душе каждого сердца. На крещение в храмах идут праздничные службы. Этот важный христианский праздник связан с крещением Иисуса Христа, который совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча. Это великий праздник. Благодать Божия чувствуется. С праздником вас! Возле спасательной станции на Печерском озере ажиотажа нет. Но за несколько утренних часов окунулись около двух десятков человек. Картина такая. На льду любители зимней рыбалки и лыжники, а у проруби люди в плавках. Здесь не глубоко, всего метр с небольшим, но чтобы окунуться, нужна смелость. Мне кажется, должно быть холодно. Я смотрю на вас и трясусь. Нет, сейчас вот уже даже пар начинает идти, какой-то разогрев по телу. Молодец! Так расскажите же, тепло или холодно? Вот сейчас тепло. Сперва было первый раз прохладно, а сейчас хорошо все. Как чувствуете себя? Отлично. Вода в Печерском озере этим утром была 3 градуса тепла. Это опасная температура для человека, говорят на спасательной станции. Человек в ней продержится только минут 20. Но в малых дозах, на секунды, многие считают холодную крещенскую воду полезной для здоровья, даже в преклонном возрасте. Кстати, есть такая стародавняя народная примета. Если на крещение утром пасмурно и тепло, 2 градуса мороза – это довольно тепло для зимы, то год будет хлебородный. Если же ясно и холодно, то жди лета засушливого. Так что, похоже, в это крещение всем повезло. Цифра недели – 80. Именно столько лет исполнилось в Могилевской области. День ее рождения – 15 января 1938 года, когда на первой сессии Верховного Совета СССР приняли документ об образовании региона. 21 сельский и 4 городских района. Крупнейшие города – Могилев, Бобруйск, Кричев, Осиповичи и Горки. У Могилевщины большая история и добрые традиции. Сегодня ее потенциал руководство оценивает как хороший. А жители любят место, в котором живут, думая о будущем и не забывая о прошлом. Книга города – это история домов, улиц, людей. История, в которой есть и свое начало, и свое продолжение. Могилев. Здесь расположен единственный в республике металлургический завод имени Мясникова. В Могилеве выпускают электромоторы. Все увереннее заявляет о себе Могилевский автомобильный завод имени Кирова – МОАЗ. 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 Родный дом на Днепре Красным цветом Зары расповоджены в окнах пунцово Соловья цаяры Плють ветра с ветры Под горою ля стен Мангелева Соловья цаяры Плють ветра с ветры Под горою ля стен Мангелева Компания по выборам в местные советы депутатов Выходит на этап агитации Зарегистрированные кандидаты готовы бороться за депутатские мандаты На радио начинается запись выступлений Каждому кандидату бесплатно 3 минуты родильного эфира Трансляции начнутся 22 января Между тем обустраиваются участки для голосования И уточняются списки избирателей Тему выборов продолжит Олеся Рыбалка Запись идет Эта избирательная кампания для радио Могилев как никогда напряженная Традиционно на местных выборах эфир предоставлялся Могилевским областному городскому и районному совету Теперь присоединились и все остальные регионы А значит на запись могут прийти сотни кандидатов В техническом плане мы подготовлены, организованы Кроме основной студии аппаратной была сделана резервная Работа проведена на передающих центрах И поэтому мероприятие может проводиться в полном объеме Единственное исключение – кандидаты в Бобруйский городской совет Их выступления транслируются на местном радио Уважаемые избиратели И особенно мои земляки На радио Могилев записи выступлений идут потоком 22 января с 6 вечера начнутся трансляции В ФМ-диапазоне будут выдаваться в эфир выступления кандидатов в областной совет В УКВ, в Могилевский городской и районные советы Для каждого районного совета, для каждого округа областного совета Для городского совета у нас выделены и свои дни записи, и свои дни эфира Информация об этом размещена на нашем сайте И я уверена, что каждый избиратель, который интересуется политической компанией Сможет услышать своего кандидата Где и когда можно услышать своего кандидата? Ответ на сайте телерадиокомпании Могилев Информация о выборах здесь Баннер активен Один клик и перед глазами нужные частоты За два дня до трансляции здесь размещается и время эфира Для каждого претендента на депутатский мандат Сайты районных исполкомов и газет Также в помощь Это члены участковых избирательных комиссий Они обходят адреса избирателей Чтобы уточнить списки И чтобы каждый в день голосования смог себя в них найти Пойдете ли вы на выбор? Пойду А как вам кажется, почему важно ходить на выборы? Потому что мы хотим хорошо жить Где находится участок В какое время можно будет проголосовать Дата досрочного голосования Об этом тоже надо напомнить На нашем избирательном участке проживает более тысячи человек Мы уточняем списки Стараемся как можно точнее их сделать Почему? Потому что важно, чтобы каждый проживающий был проинформирован О том, что состоятся выборы Чтобы они пришли на выборы Чтобы выборы состоялись Списки будут вывешены на избирательных участках 2 февраля С ними здесь можно будет ознакомиться И если что, внести изменения Сами участки обустраиваются Как того требует законодательство Готовятся урны Места для наблюдателей Символика Привычные детали интерьера Заполнят кабины для голосования В период до досрочного голосования То есть к 13 февраля В кабинке появится все необходимое Стол, лампа и ручка И так как на участке очень много слабовидящих людей Появится, конечно, обязательно лупа и шрифт прайля Регистрация кандидатов завершена Известно, что самая большая альтернативность на выборах в области Будет в Могилевском городском совете Здесь конкурс 3,3 человека на место При этом из 133 кандидатов 32 представители партии Либерально-демократической партии Объединенной гражданской партии Республиканской партии труда и справедливости И коммунистической партии Беларуси Подробности о кандидатах В наших выпусках новостей Впереди этап агитации Он продлится до 17 февраля включительно Могилевская область подводит итоги прошлого года По статистике, индекс промышленного производства региона в 2017 году составил 105,7% Рост должна поддержать либерализация бизнеса и валютного рынка Недавно Нацбанк отменил ограничения на целевую покупку иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями А в конце прошлого года Норматив обязательной продажи валюты государству снизился с 20 до 10% Меры, которые предпринимаются для поддержки производителей и экспортеров Оценил директор крупного бобруйского предприятия Закрытого акционерного общества Легпромразвития Дмитрий Щелкунов Любая либерализация является позитивным сигналом для любого игрока Поскольку снижает уровень издержек субъектов хозяйствования Чтобы мы понимали, о чем идет речь, приведем пример со спортсменом Когда на спортивной дорожке вы соревнуетесь с хорошо экипированными спортсменами Которые долго занимаются спортом Надевать на спортсмена противогаз и тяжелую неподходящую обувь Ожидать от такого игрока высокого результата не получится Современный мир представляет собой военные стратегии, игровые стратегии И те участники отношений, те страны, которые наиболее четко и полно следуют принципу легкости для своих национальных игроков Они имеют большое преимущество Компания Легпром основана в 1991 году Как пошивочный цех? Изучив конъюнктуру рынка, в цехе начали шить спецодежду И это оказалось выгодным делом Чуть позже организовали еще и литейное производство для нужд швейного И снова попали в яблочко Потом занялись спецобувью В компании заменили 90% устаревшего оборудования на высокотехнологичное И сегодня это успешное многопрофильное предприятие Четыре основных вида деятельности Это литийопластмасс под давлением Это инструментальное производство, изготовление пресс-форм и прочие оснастки Это швейное подразделение и обувное направление нашей деятельности Обувь это спецобувь Обшивают и обувают такие известные и большие компании Как Транснефть, Лукоил, Газпром и Роснефть Объемы весьма солидные Предприятию даже пришлось приостановить оригинальный проект По производству детской обуви Чтобы успеть выполнить заказы россиян Кстати, проект Изи Гоу Это выпуск экологичной обуви с особой подошвой Защищающей от промокания и нагрузок Она не пришивается, а приливается Получается современный вариант галоши Проекту на предприятии вернуться после выполнения заявки московских лужников На изготовление защитного покрытия для газона к чемпионату мира по футболу В рамках программы по материалозамещению В компании разработали собственную технологию изготовления пресс-форум Для выпуска в промышленных объемах деталей Которые используются в станко- и автомобилестроении Это позволяет изготавливать любой элемент изделия заказчика с высочайшей точностью Доля экспорта нашего предприятия превышает 90% Мы, можно сказать, тотально ориентированная компания Основное направление работы – это страны СНГ Безусловно, Россия – самый крупный торговый партнер Это Казахстан, это Украина, это Прибалтика, это Польша, это Чехия И в этом году мы планируем расширить наше присутствие в Западной Европе Пока сколько я работаю, работа всегда у нас стабильна Не было такого, чтобы мы сидели без работы Всегда работа есть, зарплата тоже всегда, ну, постоянно Каждый месяц в одно и то же время Как бы с работой у нас нормально Сегодня в компании работает более тысячи человек Средняя заработная плата – 700 рублей Планируется ее повышение Для всех работников предусмотрен определенный соцпакет У нас различные путевки в санатории, детям, в лагеря Также матери могут с детьми вместе посещать данный санаторий По очень низким ценам Поэтому это очень для оздоровительных целей Очень полезная функция Руководство заботится о нашем здоровье В планах Легпромразвития на этот год Наполнение портфеля заказов И реализация проекта с военно-промышленным комплексом России Его представители оценили продукцию предприятия и провели переговоры Для бобручан это означает новый шаг вперед Далее в программе Медаль с Кариной для художника, который видит красоту Любому поколению, любого времени, любой эпохи Это красота спасает мир, как говорил один из великих В Радом Литкут старинные пояса на счастье Счастье это когда все здоровы, хорошо учатся Это для родителей хорошее счастье Цветные пятницы на коньках и санках Навстречу дню снега Приходите на коток, это круто! Смотрите нас в эфире и в интернете Когда могилевский художник Федор Киселев гуляет по городу Он смотрит вокруг и даже делает зарисовки на ходу Ведь и в нашу зиму случаются почти весенние солнечные дни И тогда в мастерской с видом на театр настроения и идеи легко ложатся на бумагу Киселев известный акварелист Его картины это прекрасные пейзажи Наши памятники архитектуры, романтичные философские образы Совсем недавно художника наградили медалью Франциска Скорины Что же вдохновляет его на создание такой красоты? Вдохновляет то, что мы живем, что мы работаем Видим эту окружающую красоту, которая всегда была, есть и будет Американский писатель Стэнли Горовиц сравнивал зиму с гравюрой, а весну с акварелью Возможно, поэтому на январской прогулке с акварелистом мерещится весна Весеннее небо немножко иначе, другое Другое? Да, но с точки зрения художника, да, вы же видите, как будто она лучше, чем мы Люди вот столетиями ходят здесь, по этому месту, когда они задумываются, а что там могло быть раньше А раньше это был гигантский огромный насыпь здесь, на этом месте Стояли пушки и так далее и подобное И вот все это проходило, и театр был на рву Эти места, которые здесь, ну, которые мы вот видим Их можно очень интересно подать А что было в этом доме, где ваша мастерская? Гостиница, Париж И так в Париж? Да, в Париж Мастерская в историческом месте, в старом доме, где особая архитектура и атмосфера тоже Маленькая квартира с высокими потолками Полная самых разных вещей, абсолютно ненужных человеку обычному, но бесценных для творческой личности Киселев, уроженец Климовичского района, вырос в большой семье, где четыре брата стали художниками Он сам выпускник худграфа Витебского пединститута Почему акварель? Потому что в то время она была особенно модной И его именно акварельные работы высоко оценивали преподаватели А еще потому, что акварель – это импровизация Говорят, чтобы покорить свою нравную акварель, нужно ей подчиниться Об этом мастер предупреждает своих учеников Я вот много лет поработал в колледже искусства, в нашем, в Могилевском Вышло огромное количество учеников моих, которые нашли свое место в этом художественном мире Я думаю, что они тоже несут эту идею красоты Я, конечно, очень рад Наверное, самая известная картина Федора Киселева – вот эта «Озерная баллада» Именно она красуется на буклетах выставки в столице – Музее истории белорусской литературы Эпиграф к ней – слова Нила Гилевича «У глубинях земли наших душ корани» Лодка же – частый мотив в его творчестве Древний символ течения жизни Но к нему каждый зритель ищет собственный ключ Мир он прекрасен в любом Он может быть и в лунном свете красиво все это И в солнечном, и в пасмурном Кстати, во многих работах присутствует вот такой вот мотив лунного освещения Вот где луны нету, а вот это вот такое вот Очень такое контрастное, может быть, немногоцветное Но оно звучит символически и по-своему, наверное, интересно Медалью Франциска Скорина Федора Стефановича наградили в год, когда отмечалось 500-летие белорусского книгопечатания И для него это очень важно и отрадно А самая главная задача мастера – работать, пока хватит сил Почти три десятка творческих людей Могилевщины, в том числе и Федор Киселев Объединены в областное отделение Союза художников У каждого из них своя манера и стиль Про то, что каждый творческий и вообще любой человек стремится к оригинальности Напомнил нам Арнольд Шварценеггер Американский культурист, предприниматель, актер, 38-й губернатор Калифорнии В конце концов, неординарный человек Деревенский парень из Австрии стал всемирно известен В его жизни, кажется, уже было все От покупки танка до громкой женитьбы и не менее громкого развода До случайного спасения тонущего человека во время отпуска на Гавайи Сегодня Арнольду уже 70 лет И как-то он сказал Худшее, что со мной может случиться, я стану обыкновенным Ненавижу быть обыкновенным Мастер-класс стародавнего ткачества для детей и молодежи Так начался творческий год для Дома культуры агрогородка Радомля в Чаусском районе Как их предки, много-много лет назад девушки ткали пояса На счастье в новом году Возрождение ремесел – часть проекта «Радомля – древний город» Радимичей Который реализуется здесь совместно с ООН У него большая цель – повышение туристического потенциала Интересного и красивого места на карте Могилевщины Как с этим связаны радомльские пояса в нашем сюжете Всем сегодня здравствуйте Здравствуйте Мастерица Анна Сеньковец приглашает радомских девочек на первый в новом году мастер-класс Загадайте желание, Виктория, чтобы у вас получился пояс И по этому желанию у нас, конечно, потом у нас будет все хорошо Одни будут ткать, другие служить опорой для натяжения Пояса в старинной технике на бердо – это такой инструмент, которым пользовались бабушки и прабабушки-участниц мастер-класса Самое в поясе главное – это натяжка Стоять непросто, устает спина Можно присесть, но сидя не так удобно, как стоя Поэтому стародавнее ткачество – удовольствие, скажем так, не возрастное Молодежь справляется лучше Улыбаемся, красотки Узор простой, в нем цвета Чаовского региона Прежде всего красный и белый, но и черный, как напоминание про то, что жизнь не вечная Такими были и пояса в старину Это наш семейный пояс Он мужской И ему более ста лет Он передался нам из поколения в поколение Моему мужу И еще его прабабушка плела Этот пояс как бы является оберегом От всего плохого он защищает человека Девочки терпеливы в кропотливой работе по созданию поясов И это удивительно Ведь как раньше с такими поясами женщины упорно сидели по ночам при лучине Так теперешняя молодежь обычно не отрывается от экранов гаджетов Нужно ли кому-нибудь ткачество в нашем сумасшедшем мире? Не знаю, честно сказать, как в сумасшедшем мире А у меня в деревне оно прижилось У меня с удовольствием ходят детки Именно кружок скарбницы Они этим занимаются с большим удовольствием Плетут пояса Плетут пояса, забирают даже домой Мамам на подарки делают пояса Желание хорошее? Хорошее Для себя, для семьи, для людей, для кого? Ну, чтобы все дети были здоровы Это самое главное Да Я ткала белорусский пояс и загадала желание Когда я доплету пояс, оно сбудется Но какое желание я загадала, я не скажу Я живу в деревне Радомля В Радомле живет мои родители Радомля очень красивое место Особенно летом Радомля очень древняя деревня По мнению археологов, здесь было крупное поселение Славянского племени Радимичей В 12-м столетии появился замок На эту замковую гору, где сегодня старое кладбище Ступал даже польский король и великий князь литовский Сигизмунд I В начале 16-го века Сегодня Радомля – это агрогородок Три сотни жителей, обычная сельская жизнь, работа и хозяйство Но еще и планы на будущее, связанные с туризмом С видом на замковую гору здесь проводят уже несколько лет фестиваль в гости к Радимичам Мы уже умеем ткать пояса Мы уже умеем делать какие-то свои глиняные изделия И все это благодаря тому, что Радомля – это древний город Радимичей Спасибо им, что они здесь жили Что мы сегодня должны продолжать их традиции Возрождать то, что было когда-то у наших предков И мне это очень радостно Этот мастер-класс, как и вообще возрождение традиционных ремесел в Радомле Часть местной инициативы Радомля – древний город Радимичей Она реализуется с поддержкой ПРООН и финансируется Европейским Союзом Занимается ей работник культуры Олеся Долецкая Предки которой, кстати, жили в Радомле Для того, чтобы жители местные могли каким-то образом зарабатывать даже на деньги На своих ремеслах, на традиционных Те, которые были присущи Радомской территории У нас это и гончарство, это и ткачество Было здесь издавна кузнечество Это все для того, чтобы местные жители смогли прославлять свою Радомлю И вот настоящая зима Наконец-то и морозы, и метели Они приятнее дождя и туманов, особенно в январе Но надолго ли? Прогнозы часто не сбываются Поэтому нужно срочно насладиться всеми зимними забавами Покататься на лыжах, съехать с горки И выехать на лед в коньках 21 января – Всемирный день снега И цветные пятницы в зимнем настроении Кататься на гольках – это супер Хорошо кататься Особенно с друзьями Ну, приехала сюда первый раз за год И мне здесь очень нравится Приходите на каток Это круто-круто! Поехали! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, круто что! И напоследок о спасении. 19 января в Беларуси отмечают День спасателя. За прошлый год у подразделений МЧС Могилевской области было 7 852 боевых выезда. 31 человек спасен. Эвакуированы из опасных мест 37. От огня спасены больше 200 животных, 830 строений и больше 70 единиц техники. Впечатляющий список, не правда ли? Наша телерадиокомпания Могилев успешно сотрудничает с Министерством по чрезвычайным ситуациям и его подразделениями. И если сказать просто, то для нас почетно быть их друзьями. И хотя бы немного коллегами. В честь профессионального праздника белорусских спасателей берегите нас и себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин